Всем привет и слава Украине! Новости из Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас на связи из Баку хорошо знакомый и любимый вами Эйвдар Намазов, по которому вы уже наверняка очень-очень успели соскучиться, я уж точно, но вы тоже, я абсолютно в этом уверен. Приветствую, Эйвдар, очень рад видеть. Спасибо, Гелла, после такого вступления я вынужден сегодня рассказать что-нибудь очень интересное, чтобы не разочаровать наших зрителей. И зрители, я в этом уверен, что будет очень интересно, тем более, что очень интересно тасуется колода карт у нас. Начнем с Азов, что называется. Давай сформулируем цели Армении и цели Азербайджана вот на данном этапе. Цели и задачи, то есть цель и задачи, чего хочет Азербайджан и чего хочет Армения, потому что так или иначе существуют два субъекта и существует еще куча, скажем так, заинтересантов, которые так или иначе все равно в этой войне непосредственно не участвуют. Хотя про Россию и так я сказать не могу. Но это отдельный момент. Ну, вы знаете дело, Азербайджан то, что хочет. Мне кажется, это ясно. Азербайджан хочет перевернуть страницу вражды с Арменией и захочет с ней мирный договор, открыть границы, начать сотрудничество. То есть, ну, шаг за шагом, словно говоря, подвигать отношения с Арменией к такому уровню, на котором у нас отношения с Грузией. Сейчас это выглядит несбыточной, может быть, мечтой, но желание Азербайджана, чтобы на Южном Кавказе эти три народа и три государства жили в мире и в условиях стабильности и сотрудничали. Я это говорю честно, потому что каких-то планов по нанесению какого-то особого удара по Армении или там захвату ее территории у нас нет, потому что, ну, мы видим, чем это все заканчивалось. Я тоже в одном из своих интервью об этом говорил. Мне очень понравилось это определение. Азербайджан прекрасно понимает, что сейчас самое главное – это мирный договор, это сотрудничество, это совместное обеспечение безопасности и все остальное. Что хочет Армения? Я считаю, что по большому счету большая часть армянского общества и, может быть, даже и нынешней власти, они хотят того же самого. Ну, есть проблема того, что надо будет отказаться от тех стереотипов, от тех требований касательно территориальных претензий. Все это очень болезненный процесс, но я так понимаю, что большая часть армянского общества уже понимает, что с этими территориальными претензиями надо заканчивать. Но тут есть другая, более серьезная проблема. В отличие от нас, в отличие от Азербайджана, который именно фокусируется на проблеме мирного договора и новых отношений с Арменией, в Армении есть вторая задача. Она хочет поменять свой геополитический статус. Чувствуется, что она очень недовольна тем, что она находится, ну, допустим, в ДКБ, тем, что у нее на территории, может, российская военная база. Но она хочет более широких связей с Западом, с Соединенными Штатами, с Францией, в целом с Европой. Но мы видели, как это аукнулось в Грузии в свое время, как это аукнулось на Украине в свое время. Естественно, вот такой вектор евроинтеграционный, его назовем, очень болезненный для Армении, потому что надо будет преодолевать сопротивление России и наверняка Ирана, который тоже ставит вопрос, что в этом регионе не должно быть стран НАТО, не должно быть западных стран на своей границе. Она сейчас на хороших отношениях с Арменией, но по мере того, как Армения по этому пути будет идти, это будет противодействие со стороны Ирана тоже будет. И вот это вторая цель армянской страны, геополитическая цель, изменить свой статус и свое нынешнее положение. Очень часто мешает первой цель. И часто Армения становится перед выбором. Что ставить на первое место? Ну, вроде бы, можно побыстрее решить какие-то вопросы с Азербайджаном, но последним к нему будут россияне. Россия еще больше укрепит свое здесь положение. Тогда стоит затормозить этот процесс, подождать пока Брюсселе договоренности или там Праге договоренности, они не соответственно. То есть это уже не чистый процесс установления мира с Азербайджаном, а одновременно смена своего геополитического статуса, изменение своего геополитического положения. И вот эти два процесса друг на друга накладываются и часто мешают друг другу. Со стороны Азербайджана такой проблемы нет. Мы не стремимся ни в ДКБ, ни в НАТО. Мы заключили военный союз с Турцией. Мы обеспечили свою безопасность, считаем, достаточно надежно. Мы сотрудничаем с Европейским союзом, с Евразийским союзом, где у нас будут лучшие возможности и торговать, и развивать отношения. Мы к этому готовы. У нас такой проблемы нет. А у Армении есть проблема. Смена лагеря геополитического обходится, как мы видели, например, Грузия, а сейчас Украина. Очень тяжело. Это очень тяжелый процесс. И, к сожалению, он наложился вот так на процесс нормализации отношений с Азербайджаном. Иногда на первый план выходит даже не Азербайджан и нормализация отношений. Эти вопросы становятся заложниками каких-то геополитических таких притягиваний к нам. Вы знаете, Ирнар, я когда слушал вот эту конструкцию, я вспомнил старый анекдот советских времен, времен тотального дефицита. Что, говорит, раньше было? Курица или яйцо? Ну, эх, вздыхал советский гражданин, раньше все было. И курица, и яйца. Да. Да. Ну, это условно, условно. У нас нет ностальгии по советскому времени. А почему я вспомнил этот анекдот? Слава Богу, сейчас есть и курица, и яйца. Почему я вспомнил этот анекдот? Тут вопрос, что раньше? То ли, почему вдруг Армении так вдруг резко захотелось сменить геополитический вектор? С чего бы это? В 1918 году, когда пришел Пашинян, в общем-то, человек, который говорил, мы должны быть ездить до ДКБ и так далее, первое, куда он поехал, это Москва. И именно с Москвой у Армении продолжались очень тесные отношения. В 2020 году ситуация уже изменилась, ковид изменил ситуацию, и то, что в санкции 2014 года уже начали работать, и Россия ослабла. И мы видели результат этого в сентябре-ноябре 2020 года. А ситуация в Украине, она вообще полностью изменила, перевернула стол. И понятно, что Россия уже не может обеспечивать даже тот статус-кво, который сложился после 2020 года. Поэтому я думаю, что у армян-то выбора нет. Армяне должны дрейфовать в этом направлении, потому что иначе они оказываются вообще... Путин зонтики открывал, да? Чёрный зонтик. Чёрный зонтик, он достаточно дырявый. Поэтому они оказываются вообще без зонтика. Но единственный путь Армении на Запад, и это очень важный момент, потому что Путин говорил про вашингтонский вариант. На самом деле Путин, конечно же, погрешил против издевания вашингтонского варианта. Не существует, существует брюссельский вариант, подтвержденный в Праге. А вашингтон, Салливан на встрече с Григоряном и Гаджиевым. Гаджиевым, значит, он этот вариант подтвердил там и поддержал. Поэтому, ну, в общем-то, там однозначно было сказано, ребята, сначала мирный договор, потом всё остальное. Всё остальное не исключается. Но потом всё остальное. И делимитация, и вопрос о судьбе, как будут жить армяне Нагорного Карабаха, потому что проблемы Нагорного Карабаха нет. Но проблема карабахских армян, она есть, потому что есть карабахские армяне. Так или иначе, решать её будет Азербайджан. Но, кстати, президент Алиев тоже об этом сказал, что мы готовы к процессу интеграции, и мы будем об этом включать и международные организации, и так далее. Другое дело не допустит прямого участия наблюдателей и так далее. Вот при этом формате после Праги Путин делает резкие заявления и целую серию мероприятий активных. Азербайджан при этом фактически не реагирует на них. И даже у меня была мысль такая, что, может быть, Алиева не поедет в Сочи. Был ли вариант не поехать в Сочи? Ну, дело, вы сказали очень много интересного. Я постараюсь каждому такому вашему мессажу дать свой комментарий, а потом ответить на ваши вопросы. Ну, конечно, Армения сейчас пользуется окном возможностей. И понятно, что не она определяет темпы и сроки вот этого дрейфа в сторону евроинтеграции. Она просто видит окно возможностей, делает шаг, видит угрозу, чуть-чуть отступает. Это все понятно. Но есть очень важная такая фундаментальная закономерность, можно сказать, или условий. Дело в том, что евроатлантическая интеграция для Армении – это противостояние, как я уже сказал, с Россией и с Ираной. На данный момент, на сегодня, у Армении уже есть противостояние с Азербайджаном и с Турцией, пока не подписан мирный договор и не открыта граница с Турцией. Если Армения, не урегулировав отношения с Азербайджаном и с Турцией, будут осуществлять этот дрейф, она одновременно окажется противостояние с четырьмя своими соседями, каждый из которых намного сильнее, заметно сильнее, чем Армения. И с Азербайджаном, и с Турцией, и с Ираном, и с Россией. Поэтому, это не только мое мнение, я его раньше высказывал, но я знаю, что такое же мнение высказывается очень много политиков на Западе и экспертов. Путь к евроинтеграции для Армении лежит через мир с Азербайджаном и с Турцией. Именно это открывает для нее и экономические, и логистические, и в то же время вопросы безопасности. Потому что, заключив мир с Азербайджаном, и открыв границу с Турцией, нормализовав отношения с Турцией, у Армении появляется шанс противостоять вот этому давлению, допустим, Москвы и Тиграна, вопросов европейской интеграции. Но одновременно с четырьмя соседями в Квинчвайке. Это, получается, геополитическая мясорубка, из которой она вряд ли сможет выйти целой и невредимой. Поэтому, мне кажется, при том, что вот есть окно возможностей, надо следить, смотреть, когда можно делать шаг, когда нет, ну, понимать надо, что в первую очередь надо договариваться с Азербайджаном, с Турцией, нормализовать отношения с соседями, снять эти вопросы для того, чтобы уже легче было в дальнейшем пройти путь евроинтеграции. Второй ваш вопрос. Вот то, что Путин пригласил в Сочи. Очень многие в Азербайджане говорили, а зачем нашему президенту туда ехать? После того, что они услышали от Путина, от российских дипломатов и экспертов на этих каналах. Ведь они что говорили? Чуть ли не говорили, что, ну, во-первых, Карабах – это для России важная проблема, Россия должна учитывать мнение армян Карабаха, что вопрос статуса не решен. Второй вопрос, помимо статуса Карабаха, который поднимался с российской стороны, второй вопрос был вопрос миротворца. По этому вопросу тоже звучали совершенно дикие, нелепые мысли, типа, а можно без Азербайджана договориться и продлить? А может, сразу там на 10-15 лет их продлить? И так далее. Ну, наш президент поступил абсолютно правильно, я считаю. Очень мужественный и волевой шаг. Не поехать в Сочи – это было бы, я считаю, было бы большим, большой ошибкой. Но если бы поехать в Сочи, то там нужно было так расставить все по полочкам, чтобы ни у кого никаких иллюзий уже не оставалось. И вот это то, что смог сделать наш президент. Я слушал после этой встречи пресс-конференцию Путина, его заявление, читал этот текст, в котором нет никаких вопросов, ни статусов, ничего. И Путин объявил о том, что многое, что пришлось изъять из этого документа. И понятно, кто поставил этот вопрос так, чтобы его оттуда изъяли. Но помимо этого, для меня был очень важный вопрос журналиста, который спросил про миротворческие силы России. И Путин ответил, что этот вопрос еще не решен. Судьба этих миротворческих сил зависит от того, как будут решаться другие вопросы. То есть не то, что там на 10-15 лет. Даже автоматического продления на 5 лет никто России не гарантировал. И сам Путин объявил, что в зависимости от того, как пойдут дальше дела, они могут там остаться, а могут и не остаться. Все это говорит о том, что президент Азербайджана очень внятно, я думаю, объяснил своим собеседникам позицию Азербайджана в этих вопросах. И там все поняли. Сравните, что было до этой встречи, заявление, и что прозвучало потом. И мы видим, что многие такие иллюзии уже развеялись. Поэтому, я считаю, он правильно поступил, чтобы поехал. Поехал и поставил вопрос очень четко, ребром, и все нет наобъяснил. По первому пункту, по поводу мирного договора и по поводу стремления Армении, ну, желания Армении, евроатлантической интеграции и так далее. Но что касается евроатлантического вектора, понятно, что, ну, пока Армения, члены ДКБ, ЧНГС. У Армении желание получить донтик безопасности хоть какой-то. Донтик безопасности, он не обязательно, и я всегда говорил об этом, донтик безопасности, не значит, что какие-то чьи-то иностранные войска должны стоять. Нет. Именно от, ну, в основном, акцент делается на Францию, потому что Франция готова к этому ко всему. Но все понимают прекрасно, вообще все понимают прекрасно. И, кстати, вот этот брюссельский формат, брюссельско-пражский формат, скажем так, он как раз-таки это подтвердил, что это невозможно без того, чтобы без заключения мирного договора с Азербайджаном и нормализации, ну, заключение мирного договора с Азербайджаном автоматически ведет к нормализации отношений с Турцией, поэтому нормализацию отношений... Погласен. Мы будем... А учитывая то, что Турция является сама членом НАТО и членом Евроатлантического альянса, то фактически понятно, что недоверие Армении к Турции, оно существует, оно будет, наверное, существовать еще достаточно долго, но так или иначе, практически, получение зонтика безопасности от какой-либо страны НАТО или вообще от НАТО, что маловероятно, честно говоря, не может быть без нормализации отношений с страной НАТО. Ну, еще один вариант Греция-Турция, при котором, кстати, очень интересный вариант, когда стороны предъявляют друг другу претензии, бодаются и так далее, даже самое время целуются, обнимаются, министры иностранных дел, Греции-Турции, министры обороны планируют вместе, совместный отдых с семьей и так далее. Пусть что-то о чем говорит? Это говорит о том, что даже при наличии и противоречий демократии не воюют с друг другом. Союзники не воюют с друг другом. Они могут там рычать друг на друга. Но сейчас обострились, очень серьезно обострились франко-германские противоречия. Но не сложилось у Макрона с Шольцем. Там, по-моему, больше даже личные отношения не сложились. А у Макрона с кем сложилось дело? Вот извини, пожалуйста, я на той первой части уже дам комментарии. Слушайте, это Франция сейчас теряет свои позиции в Африке, которые у нее были на протяжении столетий. Страны, которые традиционно входили в сферу влияния Франции, политики учились в Париже, военные учились во французских академиях, там стояли французские военные базы. Это все оттуда сейчас уходит, и французские базы выводятся, и французская политика терпят поражение, где путем переворота, где там один чувак в Африке выгоняет Францию из двух-трех африканских стран, в котором она столетиями доминировала. Что имеет Франция на Южном Кавказе, чтобы сюда она войдет и будет здесь, допустим, соперничать с Турцией, там, я не знаю, с Ираном, Россией. это география. Турция часть Южного Кавказа. Несколько провинций Турции, там, Каарс, Игдыр, они географически относятся к Южному Кавказу. И она стоит здесь, ну, столетиями, столько есть Турция, столько она здесь есть. То же самое и влияние России. Что здесь Франция может сделать? Мне кажется, что вот эта идея, что Франция может стать здесь военным гарантом безопасности Армении. Но это дело армян и французов. Пожалуйста, Франция для того, чтобы пиариться, она готова на все. Не будет смотреть, а что будет следующим шагом, она сможет, в общем-то, после этого пиара что-то еще сделать. Но Армении, я бы просто армянским своим коллегам посоветовал бы еще подумать, насколько это надежная, серьезная конструкция, которую они хотят реализовать. Ну, смотрите, Эльдор, на самом деле я тоже же об этом думал. Во-первых, конечно же, это абсолютно дело армян. Ровно так же, как я несколько раз говорил в своих передачах по поводу наблюдателей ЕС, что если завтра наблюдатели ЕС и Армения заключит соглашение о том и договорится о том, что каждую пятницу 13-го наблюдатели ЕС голыми будут танцевать при Луне, это Азербайджан абсолютно не касается и Грузии тем более. Кстати, Грузия это касается больше, я скажу почему. Но ведь конструкция следующая, конструкция в том, что Франция говорит Армению, успокойся, я тут, можно заключать договор и с Азербайджаном, и с Турцией, Турция и Азербайджан не собираются нападать на Армению. И в данном случае все складывается как нельзя, лучше, как в том фильме позорщика не может быть. Помните, я выхожу замуж за Николая, этот женится на этот, то есть все женятся как хотят, лишь бы был мир. Но есть нюанс. Жених может сбежать из-под венца, я про Макрона это имею в виду. Жених может сбежать, но если будет закручен мирный договор, уже не так уже важно, куда сбежит жених. Там, кстати, первый фильм из этой серии, это как раз таки, правда он там женился, а потом на следующий день развелся, помните. Даль, там шикарный подбор актеров. Филиппов там поет прекрасную песню «Черные копыты», а я человек старолежимный, я постоянно вспоминаю советские фильмы. Да, да. Значит, теперь, значит, что касается, почему это касается Грузии. Параллельно со встречей с Сочи мало кто это заметил. Тойбоклар сказал, что, извините, ребята, мы продлить миссию европейских наблюдателей не будем, потому что у нас же бюджета нет, и мы вообще от Грузии эту миссию оторвали и поставили к вам. Путин конечно же предъявил ультиматум более жестко. Тойбоклар по-европейски мягко, но в принципе это звучало так, ребята, если вы хотите договориться с Москвой, то договаривайтесь. А если вы придерживаетесь нашего плана, то давайте придерживаться нашего плана. А по поводу того, а теперь вопрос, по поводу того, что у Алиев не изменит свои позиции, те пять пунктов, которые были пятью, пятнадцать не превратятся? Разве Путин не знал? Хороший вопрос. Вы знаете, Гела, мне кажется, что этот шаг со стороны Путина тоже был где-то вынужденный, потому что он увидел, что процесс уходит из-под его контроля, что все этот переговорный процесс, который проходил в Брюсселе, Вашингтоне, потом в Праге, он начинает приносить конкретный результат. Уже Армения объявляет о том, что она готова подписать соглашение, в котором не будет упоминаний по Карабаху, у них новая концепция, что Карабах, да, это внутреннее дело Азербайджана, но они рассчитывают, что будут соблюдены их права и безопасность, из этого будет вытекать какой-то их статус. В принципе, когда наш президент говорит о гарантиях, он говорит о гарантиях безопасности и статуса, и прав, и безопасности. То, что мы любым гражданам своим должны обеспечить, то же самое касается и армян. Мне кажется, что Россия наблюдала за этим процессом, она надела, что он сорвется в результате каких-то внутренних противоречий, увидела, что процесс не срывается, наоборот, Баку и Ереван стоят на грани подписания вот такого соглашения, как они объявили до конца года. И поэтому они были вынуждены вмешаться, как они считают, что они были вынуждены, чтобы спасти свою миротворческую роль. Но с этой точки зрения встреча в Сочи оказалась фиаско дипломатическая. Оно, на мой взгляд, окончательно показало, что российские подходы здесь миротворческие не работают. Потому что фактически они свели с тому, что, ребята, почему вы хотите закончить конфликт? Тогда же у нас не останется причин здесь держать военную базу в Армении или же миротворство в Карабахе. Вы давайте до конца не договаривайтесь, вы оставьте конфликт как-то на будущее, заморозьте, чтобы наше присутствие здесь тоже было обосновано. На что Азербайджан вежливо, но твердо сказал нет-кинет, потому что это наше территориальное целостное конфликт закончен. Я думаю, что Ереван тоже скажет, что мы же приехали, мы были готовы, но если Азербайджан на это не согласен, что нам десятилетиями опять возвращаться, десятилетиями тянуть эту конфликтную ситуацию. Мне кажется, что это было окончательной последней попыткой России перехватить инициативу именно как миротворческую инициативу, но дело, это фиаско дипломатическое, делает ситуацию еще более опасной, потому что проиграв на поле дипломатии, какие решения примет Кремль каким-то другим уже недипломатическими средствами вернуть ситуацию опять под свой контроль, у него есть для этого какие-то возможности военные, силовые и в Армении, у него есть под рукой еще такой рычаг воздействия, как российские миротворцы в Азербайджане, нашей Карабахской зоне, и мы должны быть очень внимательно смотреть, Россия будет пытаться уже недипломатическими средствами вернуть себе контроль над этим процессом или нет. Ситуация стала, на мой взгляд, немножко более даже опасной. по поводу значит опозорились, у меня сейчас вспомнил разговор с моим другом Валерием Челашвили, который был первый замминистра замминил, в общем, у него много радикалей, но он был одним из последних послов Грузии в России. И вот когда он, уже тогда были напряженные отношения, 2007 год, 2007, да, и там было что, там он пришел на прием к Путину в национальном костюме, шеркесске значит из кинжала. И я спросил Валера, в шутку, конечно, я говорю, слушай, ты там стоял рядом с ним, холодное оружие при себе, кинжалом, ты не мог его там прилезать к чему? Он говорит, знаешь что? Мысля была, но вдруг бы у меня не получилось. Я позорился бы. Ну, конечно, мы шутили, потому что там кинжала-то не было, это был гуляш кинжала, но так или иначе. Но вдруг я позорился бы. Вот примерно то же самое произошло с Путиным в Сочи. Конечно же, это позор, но продать внутреннюю аудиторию, она там может. Потому что ведь... Ну, понятно, на чем они будут играть. По крайней мере, знаете, заявление Путина и многих других политиков России в последнее время, они создали некоторые иллюзии среди армян и в Ереване, и тех, кто проживает на территории Карабаха. И те, как будто бы воспряли духом и опять вернулся 1988 год, опять эти митинги, попытки меня отцов, но там половина митингов это людей привезли из Армении, как сами пишут армянские телеграм-каналы. Такое шоу было создано. Но все ожидали, что это даст какой-то результат в Сочи. Но теперь Путин может им сказать, я сделал все, что мог. Я сделал все, что мог. Но не получилось. Ну, не шмогла я. не может не получиться, но вопрос в том, что он может. Потому что вот вы говорите об обострении каком-то военном и так далее. Я понимаю, что у России есть ресурсы еще делать гадости. Но вот реально, с точки зрения реального расклада уже на земле. Мы говорили о том, что Франция и не должна, и не планирует присутствовать здесь на земле. исключительно дипломатические методы. И то Армении может понадобиться какие-то гарантии безопасности, если на нее вдруг нападет кто? Иран? Потому что если из Турции и Азербайджана в мире, зачем нападать? Иран тоже вроде бы как прекрасно понимает, что в этом случае кстати может перевернуться колодок вообще все. И Турция и Азербайджан уже не допустят нападения Ирана на Армению. Потому что Иран пытается делать что-то такое по крайней мере видимость показать. У них синдром Туркменчайского договора. Они считают, что в свое время они уступили этот Южный Капказ России. Честно, не вмешивались в дела Южного Капказа во время советского периода и постсоветского периода, что там контролирует Россия. Это было соответствовало Туркменчайскому договору. Но раз Россия оттуда входит, то, что мы отдали России, мы должны вернуть под свой контроль. Не думают о том, что сейчас не 19-й век и не начало 20-го века. Здесь в этом регионе есть Азербайджанно-Турецкий военный союз. Здесь коллективный Запад со своими сферами интересов и своим влиянием. Иран думает в одиночку бороться со всеми этими силами. У него хватит потенциала своих возможностей противостоять всем сразу. Так в том-то и все дело. В том-то и все дело, что вакуум силы уже присутствует. И что такого может сделать сейчас Россия, что может помешать Азербайджану и Армении заключить мирный договор? Ну, вы знаете, давайте ставим вопрос немножко по-другому. А что она не может сделать? Так легче. Потому что в этом послужном списке такие события. Вот недавно в Армении отмечалась годовщина теракта в парламенте, который случился как раз таки накануне возможного подписания Армяно-Азербайджанского соглашения по Карабахской проблеме. Оно было сорвано очень жестко, жестоко и так далее. Ну, можно же не из нашего региона, но из других практиков по другим регионам тоже много чего вспомнить. Поэтому я все-таки вернусь к моей мысли, что сейчас надо быть два неосторожных после Сочи. вдвойне более внимательны. Потому что на дипломатическом треке уже понятно, что Россия как миротворец она себя исчерпала. Раньше это можно было говорить как в будущем времени или как предположительно, но сейчас после Сочи очевидно, что подходы России они толкают Азербайджан и Армению обратно в противостояние на десятилетие и этого не хочет ни Баку, ни Ереван. Поэтому здесь уже дипломатическая так сказать результаты этой битвы уже ясны. Но чем опаснее становится возможность использования других средств. не откажу я себе в удовольствии сказать, чему Россия не может. Ну скажи, скажи, не держи в сердце. Чему Россия не может. Вот не откажу я себе в удовольствии. Россия не может напасть на Азербайджан. У нее нет военных. Россия не может перекрыть транспортные артерии и объявить экономическую блокаду Азербайджану и той же Армении, кстати, потому что это будет усугубление и так санкций, которые есть. Россия не может отказаться от экономики вообще, то есть от экономических связей. Все, что Россия может, это задействовать в Азербайджане свою пятую колонну и в Армении свою пятую колонну. И да, конечно, постоянно, об этом постоянно говорит, кстати, Владимир Копчак, конечно же, Пашиняну надо усиливать личную охрану. Это ясно. Но, скажем так, террористическое государство владеет только террористическими методами. И вот это шагрение в окоши, она будет дальше и дальше сокращаться. У меня один вопрос к вашей картине, которую вы нарисовали. Да. А вы считаете случайным, что по времени совпала попытка России так надавить на Азербайджан? Путин внезапно заговорил о Стаблице Карабаха, которую надо решать. Российские политики заявили, что Карабаха это отдельная тема для России, важная тема и так далее. Это было все перед встречей в Сочи. И в то же время одновременно Иран начал военные маневры на границе с Азербайджаном. Хронологически это все очень совпадает по времени. С угрозой понтонные мосты через реку Араз, это вторжение на территорию Азербайджана, все и так далее. И тут же Франция заявляет, что она может стать секторантом безопасности Армении, во французском сенате готовится резолюция с обведением санкций против Азербайджана. Ты думаешь, совпадение по времени? Вот это все случайно? Нет, не думаю. Не думаю. А ты думаешь, случайно, что именно за короткое время этих маневров в Азербайджан одновременно приехали министры обороны Израиля и Турции и министр иностранных дел Саудовской Аравии? Чистая случайность, абсолютно чистая случайность. А после этих маневров эта же тройка и плюс еще министр обороны Великобритании встретились уже в Анкаре буквально через... То есть в течение трех недель министры обороны этих ведущих стран, которые словно можно назвать недовольна политика Ирана, они дважды встретились в течение два саммита в течение трех недель. Один в Баку и один в Анкаре. То есть есть намного более такие интересные глобальные вещи, которые нам нужно с тобой обсуждать дальше, чтобы опуститься до этого закулисного такого уровня. Там на самом деле процессы такие идут, форсаж, подготовка коалиции. Там самые неожиданные могут возникнуть ситуации. Иран перешел одновременно три красные линии дела. У него одна красная линия была с ядерным оружием, с программой. И переговоры сорвались уже официально объявлены, что договоренности не будет. Израиль говорит, что если договоренности не дают результата, я уже применяю силу. Соединенные Штаты дали на это зеленый свет, что если переговоры неудачные, то Израиль применит силу. Израильское правительство уже выделило бюджет, израильская армия обыграла всю модель этого удара. Это была одна красная линия, но потом она вступила в войну российско-украинскую на стороне России. А там коалиция из 50 государств, которая поддерживает Украину. И в этом списке мишеней этой коалиции из 50 государств помимо России уже становится Иран. Это расширяет еще больше антииранскую коалицию. И она одновременно начала строить фантомные мосты через Араз, угрожая вторжением в Азербайджан. Азербайджан на своем союзе. Точно в Азербайджан? Ну да, угрожая. А может быть там к другому страну готовились? Нет, не случайно Пашинян сейчас находится в Ереване. И получается, что Иран сам угрожает всему миру, что у меня тут красные линии не переходите, а сам перешел сразу три красные линии. И в вопросах обладания ядерным оружием уже вплотную приближимся. И в вопросе в войне России, Украина, вступив в фактическую войну на стороне России. И в вопросе об угрозе вторжения в Азербайджан и военные союзники Азербайджан-Турция вынуждены на это реагировать и наши другие союзники тоже. И поэтому Иран как будто провоцирует вот здесь в регионе очень серьезное противостояние. Я думаю, что это ей может очень дорого обойтись. И этот вопрос тоже нужно держать обязательно в поле внимания. Огромное спасибо за вот перечисление всего этого. Я как раз таки, я же говорю, за что я люблю беседовать со своими друзьями, за то, что они говорят заранее то, о чем я хочу спросить. Сами, без всякого. Так вот, именно это то, что я называю попыткой Ирана согласия, скорее всего, с благословением России заполнить вакуум силы на Южном Кавказе. А вакуум силы на Южном Кавказе, вот если мы представляем карту себе, вот здесь в Азербайджане все заполнено. В Грузии все заполнено достаточно плотно. А вакуум возникает из-за России, возникает вот в этом протяженной стране, в Армении. И именно этот вакуум, я почему спросил про понтонные мосты и так далее, не тренировали ли они срочную переброску войск в Армению? Ну, дорогой мой, в Армении здесь у них сухопутная граница в Зангизурии, они могут спокойно туда переправлять по суше и все что же. Там же уже есть построенные мосты. Там же не походили. Может быть, входить будут с нескольких точек. Нет, это было понятно, что и угроза Азербайджана. Ясно. Сегодня в Азербайджане, кстати, сегодня в этом плане угроза Азербайджана в чем? Потому что как минимум, кроме самой азербайджанской армии, существует три армии и одна прокси военные силы. Три не армии, вернее, а представители трех вооруженных сил трех стран и одного прокси в этом самом вооруженные страны России. Вооруженные военные российские есть? Есть. Военные турецкие есть? Есть. Израильские военные есть? Есть. Ну, и, соответственно, прокси... А почему ты улыбаешься и подмигиваешь мне? Есть, есть, есть. А это же неофициально есть. Израильские... Вы знаете, ну, я скажу так, что наша безопасность, она обеспечена значительно более надежной, чем мы это объявляем в общем-то... Само собой. А тем более, когда речь об Израиле, они же такие интересные ребята. Израиль, говорит, обязательно применит ядерное оружие, которого у него нет. Ну, да. Да. Ну, вы знаете, на самом деле мы говорим о вещах очень опасных, серьезных, не дай бог в нашем регионе это случится, и мы как-то наоборот, мы стремимся предотвратить вот такую, по крайней мере, Баку, потому что хоть и какой-то ушедший, и нам тоже может нанесен, может такой процесс, который разнесет весь Иран, но осколками заденет и всех нас. Не случайно, что первая такая встреча в Баку, которая была большой военной делегацией Турции, Израиля и делегацией Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, оно было до этих маневр, когда маневры уже были объявлены, когда стало известно, что собирается Иран делать, эти понтонные мосты, угроза вторжения в Азербайджан, до этого уже в Баку собрались, это был месседж Тегерану, что взвесь еще раз, подумай, стоит ли нарваться на неприятности. Ну, Тегеран решил, в общем-то, что стоит покупать. Тогда они уже собрались второй раз, уже в Анкаре, уже с участием и министра обороны Великобритании. Я думаю, что очень много стран, которые участвуют в этих процессах. Напрасно, Иран делает все возможное, чтобы против себя создать такую большую международную коалицию. Коалиция против Ирана может быть больше, чем коалиция поддержки Украины, потому что коалиция поддержки Украины уже целиком, после того, как Иран вступил в войну на стороне России, эта коалиция уже целиком взяла под прицел Иран. А вот две другие еще силы туда добавятся, и сторонники союзника Азербайджана, Турции, и те страны региона, которые не хотят, чтобы Иран обладал ядерным оружием. То есть, это может быть еще больше коалиции, чем та, которая сейчас Рамштайн и Серберграйд. Поэтому ираны должны все-таки подумать над тем, что они делают. Но они подумали, сделали ставку. Они сделали ставку, Эльдар, давай по-честному. Они сделали ставку, потому что у них был выбор. У них был выбор ядерная сделка. У них был выбор не полностью, но заменить Россию на рынке энергоресурсов. Другое дело, что рано или поздно, и это хорошо просчитывает правящий режим в Иране, вот этот позитивный сценарий для Ирана, он бы обернулся бы негативом для режима. Потому что потом бы просто народ и народ уже начал спрашивать, а почему мы так живем? У меня не очень много знакомых иранцев, но тем, с кем я знаком, это очень талантливые, очень умные, мудрые люди. Я вспомнил Якова Кедми, который выступал московцем ток-шоу на канале Россия. Он рассказывал, про Иран, настолько они талантливые, что они создали какие-то технологии. Это была передача у Соловьева, которая, в общем-то, негативно относится к азербайджанцам, и у нас взаимное, в общем-то, отношение друг к другу. Яков Кедми все это рассказывал, а потом остановился и говорит, Владимир, что интересно, все они азербайджанцы, кто с этими новейшими технологиями занимается. И Соловьев сказал, ну и что, я ничего, я не против, ничего не имею. Знаешь, я почему-то вспомнил. Ведь у Ирана не настолько внутреннее положение стабильное, чтобы на внешней арене такие авантюры писать. У нее, помимо этих митингов, протестов в связи с социальными проблемами, вот с этим, убийство девочек из-за этого одежды с хичабом, у них из экономических социальных протестов, у них идет вооруженная борьба национальных меньшинств. Есть фронты освобождения и в Курдистане, и арабы в Ахвазе на границе с Ираном, и Балучи на границе с Курдистаном. Три вооруженных фронта, которые борются с центральной властью, хотят отделиться от Ирана. Самая большая этническая группа азербайджанские и тюрки, их 40% населения, как сами иранцы официальные. Они очень сильно встроены в систему, они в системе, они один из двух государственных народов. 35 миллионов человек, конечно, миллионы встроены, а миллионы не встроены, как скажем. И ты сам понимаешь, для того, чтобы в каком-то государстве что-то изменить, достаточно бывает 5% активности 5% населения. Для этого не нужно обязательно, чтобы все поголовно в этом принимали участие. Сидя на этой пороховой бочке, Иран еще вступает в какие-то внешние политические А может именно поэтому вступает, что они сидят на пороховой бочке? Может быть это именно поэтому, потому что февральская исламская революция началась в Иране в феврале 78-го года, а закончилась полностью, закончилась в апреле 79-го года. Больше года швали. Кто знает, сейчас ли не идет в Иране революция? Дело я с тобой согласен. Я сам писал одну статью по этому поводу буквально на днях ее опубликовал и начинал его с того, что у меня такое впечатление, что они идут ва-банк и эскалируют ситуацию до предела. ва-банк ва-банк «Дорогой мой, я там покушал такие хингалии, такие кулебяки». Я потом вызвал шеф-повара и сказал, что я в Тиблисе обычно хожу в хорошие рестораны, там мельница или там метехи шадос, там так вкусно не дают, как вы здесь в Баку это все готовите. Поэтому, дорогой мой, конечно, есть очень много тем, которые мы должны между собой наши отношения тоже обсуждать, а то все время про армян, про иранцев, про Россию. Хорошего есть в грузино-азербайджанских отношениях? Есть много хорошего, и я скажу так, но есть и те моменты, которые меня напрягают, и меня напрягает инертность наших властей, но об этом я очень подробно всегда говорю в своих передачах, потому что все обязательно будет хорошо сейчас, на сегодняшний день, что бы ни происходило, на сегодняшний день, вот это моя точка зрения, что все решает украинский солдат там, в Украине, который, как шагринь его кожу сокращает, влияние этой, простите меня за резкость заразы, которая в столько времени мешает жить всем нам, здесь. Я не говорю, что мы белые пушистые, я не говорю, что без российского вмешательства все будет снаружи очень хорошо, но без российского вмешательства у нас, у всех, у всех трех народов Южного Кавказа, у всех трех государств, народов больше, у всех трех государств Южного Кавказа появится шанс выстроить нормальное, хорошее решение. дело безусловно. То, что Россия делает на Украине, это вообще за грани добра и зла. Это уже просто не нужно даже пытаться аргументировать свою позицию, потому что я не представляю себе нормального человека, который может поддержать то, что Россия сейчас пытается сделать на Украине. и мы все и свои позиции, и своими мыслями рядом с нашими украинскими друзьями, независимо, каким они политическим силам относятся или что-то, для нас победа Украины это победа даже первую здравого смысла, потому что то, что пытается Россия обосновать, что она там делает, лично у меня никакие логические рамки не может уложиться. Я могу это объяснить только массовым помутнением рассудка там в Кремле и в политическом элите России, если они пытаются такие оправдания, такие аргументы приводить к тому, что они там пытаются сделать. Поэтому я вопрос во времени и вопрос, конечно, в человеческих людях, но я уверен, что все будет хорошо. Огромное спасибо, Эминер, за чертовски интересную беседу. Пообещаю нашим зрителям надолго не пропадать, так, потому что они обижаются на меня, что я не зову, а я ведь зову. Спасибо, спасибо, Гел, большое. Я нашим зрителям скажу, что у меня был такой период, который перестройки несколько моей работы здесь, в Баку. Все это наложилось на мои некоторые обязательства по различным предыдущим контрактам. Надо было их все закончить, чтобы выйти опять на нормальный ритм работы. Я уже сообщил о том, что я опять доступен и время от времени с удовольствием буду появляться в вашем очень любимом мною канале. Огромное спасибо и огромное спасибо дорогие друзья, что слушали нас, уделили нам внимание. Всего доброго и до новых встреч. До новых встреч.